А они какие-то вкусные, мне кажется. О, тут есть Жек. Тут есть голый пиратский ром. Лакрица, ананас. Ушная серая апельсин. Арбуз. Детский памперс. Ну, в этот раз поинтереснее, кстати, вкусно. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем серию передач, которые начали полгода назад. И это второй выпуск. Продуктивно двигается. Всех приветствуем. Итак, ваша задача, ребят. У нас в тарелке находятся так называемые гадкие леденцы. И там один из двух. Либо нормальная сладкая конфета, либо какая-то мерзость. Короче, быстро перечисляем вкусы. Ушная серая, вишня, дождевой червяк, мята, детский памперс, яблоко, лакрица, кола, пиратский ром, ананас, черный перец, арбуз, кошачий корм, груша, тухлые яйца и апельсин. Обалденно. Правила вы знаете. Матя, отвечаешь на вопрос по очереди. Кто неправильно отвечает, кушает конфеты. Отвечаешь правильно, передаешь ход дальше. Я часу сну. Окей. Тогда начнем. С этим оперативником, это вопрос. А кто первый? Матя, ааааааааа... А? А что ты рисешь? Вы как мужики? Обосвечал ножницы, как мужики. Да. А? 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 А ты выбирай, кто выбирай. Хочешь я, хочешь ты. А я вопрос сначала услышал, поэтому ты. Первый вопрос для джойстика. Давай. Можно не... Ай-яй-яй. Не сказали, что журнал. Блин, ты уже съешь, мы уже перервали. Конечно, все слышно. Будьте как скутер, ешьте бесшумные пирожки. Реально. С этим оперативником связано много мемов, высмеивающих его низкий рост. Док. Мози? Мози. Да? Да, Мози, поэтому... Ещё жри, говно. Данила, жрёт. Я покручу за тебя. А, ты кручешь? Я думал, я так хотел взять просто... Ну, зелёненькую ешь. Это у нас чёрный перец или яблоко? А, ну это и light. Light, так сказать. Coca-Cola light. Я не понимаю. Забейте у неё корону. А, я же вкус не чувствую. Реально. Я же не вкус не чувствую. Как будем забивывать? В смысле не чувствуешь? Не, я очень плохо их чувствую. Я, по-моему, яблоко. Ну, это явно не перец. Не, не перец. Кто старейший оперативник Rainbow Six? Самый пожилой человек. Каид. Нет. Ай-яй-яй, а кто? Маэстро? Маэстро? Сэн Фишер. Блин, старик. Ему 63 года. Куда он этими камерами стреляет? Ему на пенсию пора ужин. Он, по-моему, с собой надо съесть. Ушная сера или апельсин. Давай. Так. Это апельсин. Жесть. Так ты тоже жёшь. Это для меня. А-а-а. Нет, там для меня был вопрос. А ты ответил, потому что я не ответил. А-а. Хаво я. И ты... Ты просто так сказал апельсинчик. Так. Что это? Тут такого цвета даже нет. А что ты не съел, дебил? Чёрное. Чёрное. Ты не трое ответил? Да. Ну, так я ем сейчас. Ну, е. Это должно быть вкусно. Почему чёрное, а тут фиолетовый какой-то, ну... Да. А я понимаю вкусы. Мне кажется, надо кому-то другого записать. Забейте со мной додик. Какой оперативник отвечает за... Тьфу, блядь. Какой оперативник отвечает за разработку новых технологий, оружия и гаджетов в игре? Это вопрос для Дана. Нет, для Руси. А-а-а. У нас ведущий клоун. У нас ведущий клоун. Очень интересно. Я знаю, что такое. Знаешь? Блядишь. Нет, я знаю. Не знаю. Я знаю. Это очень легко. Это просто изи. Это изиал. Это вообще легчайше. У меня Луси как-нибудь... Позорщик. Нет. Я могу сказать... Мира. Правильно. Это по фразам, которые она там подарит или что? Нет, ну там же... Ну, она же во всех видосах постоянно что-то мастерит там. Вообще. Ты не смотришь видос? Нет. Ну, я не смотрю. Вот какой от тебя тут груша? Это по идее тёмно-синий. Тёмно-синий. А тут нет. Груша или дождевый червяк? Давай. Вкусненько. Очень классные цвета. Разработчикам конфет. Ну, лайк. Так. Груша. И чё, это так просто? Ладно. Этот боец известен тем, что профессионально играл в американский футбол в лиге НФЛ. Это так просто. Это жесть. В американский футбол, да? Ну, это кассу. Всё правильно. Пропускаем. Ход, значит. Конфету никто не ест. Так нет, так неинтересно. Да ешь конфетку. Типа, если он отвечает правильно, я ем. А если он неправильно, то он ест. Тогда ешь ещё одну. Отлично. Правила меняем на ходу. Как тогда. Просто у нас, да. Мы же тогда потом просто пачками ели. Черный перец или яблоко? Ты же сразу поймёшь? Я вообще не понимаю. Это либо я не чувствую очень вкусы. Ну, это перец. Ну, ты сразу понял. Ну, я не скажу, что они какие-то насыщенные. Они вообще не насыщенные. Так, да, у Данила уже второй очко в копилке получается. Дубль. И вопрос для Джостика. Давай. Какой оперативник использует оружие? А-рю-жи. 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 Шумиха. Нормально. Михаил. Ну, это должно быть какая-то, ну... Кали? Нет. Ты чего? Вообще балбесина. Что? Шумиха. Знаешь, что это? Что? Знаешь, что это? Угу. Ты знаешь, что это? Угу. Ты вообще понимаешь? Рассказывай. Догадываешь? Что? Ты догадываешь, что это? Что? Ты вообще понимаешь? Нет. Ты знаешь? Нет. Ты ещё... А ты знаешь, оговори свою версию. А, я не знаю. Клоу. Ну, это что-то типа Элла Трапа, я не знаю. Так оружие. Это оружие? Оружие. Какое оружие? Это шумиха. Какое оружие? Ну, что? Кто? Кто это? Тачанка. А, да? Шумиха. Действительно. Да, пофиг. Я просто есть буду. Давай. Следующий вопрос для Дана. Как правильно называются заряды эйса? Сельма. Правильно. Джорстик есть. Чел играет на эйсе, 200 миллионов лет. Конечно. Ну, эйсилки называются. Как у твича называется дрон? Твич-дрон. Хорош. Называется шок-бот. Нет, твич-дрон. Нет, твич-дрон называют его только вот. Кстати, мне какое-то говно попалось, прям очень невкусное. А какое ты ел? Какое-то. Очень невкусное было? Мне даже Крепамперс попался. О-о-о. Очень вкусное. О-о-о-о. Есть, я его, пожалуй, больше не буду. Так, очки продолжают не капать нашим участникам, а идти мимо получается, правильно я понимаю? Он же ответил. Я же ответил. Сельма. Сельма. А, тогда третью очко получаешь получается. Нет, у нас ведущий просто какой-то барабанус, реально. И вопрос для Джестик. Давай, давай. В каком году стартовала операция Химера? Просто, наверное, назвать 2000 там какой-то? Да, да, да. Да, ну, 2018. Правильно. Отлично. Ты чего, вообще-то софаней. Так это, ну, там легко посчитать. Это ты, конечно, перец. Да жди просто так вот. А? Нет, у нас конкурс, надо кушать. У нас конкурс, да есть все просто. Да, это потом все вместе. Это кола. Вкусная. Next. Это кола такая. Кстати, эти конфеты вообще, ну, не трэшовые. Не как вот эти. Ну, памперсы, если попадаются. Ну, вот там неприятно ощущения начинаются. Ага, Джестик получает второе очко. И вопрос для Дана. А сможете вспомнить, в каком году проходила Operation Phantom Sight? Оу, еа, бро. Operation Phantom Sight? Да. Yeah. Yeah, I know, yeah. Yeah, yeah. В каком году? В каком году? В каком году? Все правильно. Вот это неожиданно. Хорош! Я съем что-нибудь. Ну, а? А здесь вообще вот есть кошачий корм или мята? Это какая конфеты? В синя. Так белая тяжелая. А, вот темно-синяя, смотри. Угу. Не важно. Работаем на вопросы? Давай, отвечаем на вопросы. Получается следующий вопрос. Официально это самый тяжелый боец в Rainbow Six. Уууу. Кто главный тяжелый вес? Я. А если... Нет, там есть какой-то высокий больной чел. Какой высокий больной чел? Ты вообще, ну знаешь, красотку. Думаешь, Мама Сита самая тяжелая? Я думаю, именно вот эта вот красавица. Хорошо, а гридлок? Нет. Спорим? Хорошо, а теперь то, что я хотел ответить. Давай, давай. Следж. Нет. Ну вот и все. А кто уже? Орикс. Так он же, ну, на массе. Он на массе, потому что он раскачивается. Что? А гридлок был самым тяжелым до того, как появился Орикс. Ну, он же, ну, мне кажется, он просто... Я считаю, что Орикс, но не считается как бы. Он не считается. Какой тяжелое вес? Ну, он просто курочки бахнул. И типа немного, ну, и взвесил. Да, написано, что он весит 286 фунтов. Да он просто на взвес не пришел. 286 килограмм. У него просто эти там всякие болты, гантели просто там просто валялись по карманам. Не, если бы считалось. Амуниция, так сказать. Амуниция? То монтажник какой-нибудь щитовый. Ну, конечно. Монтажник был, наверное, бы. Давай же, что я делаю. А я что? Ну, я тоже давай пахал. Ну, вы неправильно ответили. Да? Ну, да. Меня отвещал. Ты сказал гридлок? Я вообще и молчал. Ну, ты бы не сказал Орикс сто процентов, поэтому жери. Повезло, что в вишню попало сейчас, потому что противовес был, были тухлые яйца. Так, мужики, идем дальше, значит. Этот оперативник так любит пиццу, что его самого превратили в кусок пиццы. Это я не знаю, это жесть. Не знаешь? Это вопрос жесть. Не знаю? Это жесть. Это, наверное, я даже не знаю, это Мози, может быть. Да. Жесть, вопросы, конечно, обалдеваешь. Жизнь, все равно. Давай, похаваем. Я сейчас колу или ром в фигаре сижу. Настоящий пират. Я, кроме памперса, больше ничего такого не съел. Говно, я не знаю. Мне кажется, это мощные только памперсы и этот тухлые яйца. Кошачий корм еще есть. Кто? А? 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 Так, ясненько. У нас, значит, сейчас у Дана 5 очков, а у Джессика только 2 получается. Кошки, я вообще бездарный. Тебе нужно отвечать сейчас на вопросы, получается. Я могу. Обязательно. Вопрос для Джессика. Как в Rainbow Six Siege называется гаджет Сэма Фишера? А, да? Я даже не знаю, как ты можешь не знать, какие вещи это элементарные. А, да? Угу. Ну, ответь. Настенный паук. Да, жесть. Я не знаю, так как... Давай твоя версия. То есть, опять махнишь. Я жду твою версию. То есть, опять махнишь, что я выигрываю только по вопросам. Конечно. На то, что мне везет. Да, да. Оперативник пицца. Как называется? Чарж Уэйса. А у тебя как называется Чарж Узера? Отличный вопрос. На Зера же так много людей играет. Называется Око. Нет. Да нет, конечно. Я даже не отходил. Как он называется? Аргус. Ачко. Аргус. Аргус. Боят. Ладно, Аргус. Жаль, что не Анас, реально. Да, да. Очень жаль. Ты уже съел? Да я уже все съел тут. А, ну все. Мы просыхиваем так. Чисто под закуску вопрос. Давай для Дана тогда. Давай. У двух героинь Rainbow Six одна и та же фамилия. Бозак. Это тоже легкий? Нет, конечно. Очень сложный вопрос. Две сестры, единственные в игре. Какие же их фамилии? Я не знал. Бозак? Да. В смысле? Ты не знал, что Эллу зовут, ну, Элла, это Бозак? Ты послушай просто, какие вопросы тут в противовес. Я просто не допускаю ошибок. На легких вопросах. То есть ты опять ноешь, я правильно понимаю? Нет. Ну ты опять, то есть проигрываешь и ноешь. Нет, я жду пока, у тебя вопросы, сколько пальцев у оперативника на ноге. Получается, джойстик в гаджетах, я это понимаю, не очень. Я в говне, в принципе. Он вообще не дуплеет. Он в гаджетах не разбираешься. Я в говне сейчас. Ясно. Он вообще не дуплеет, реально. Просто по нулям. Как зовут главную фанатку джойстика среди комментаторов Rainbow Six? А, да? Достов. Помянем. Как ее зовут-то? Кого? Кого? Я знаю, как зовут, я знаю, как зовут. Где комментатор, что это Джел и Джесс? Все правильно. Geometrics. Первый вариант был правильный. Geometrics? Так это пацан. Не важно. Я думал, флюк. У меня написано Geo, запатали Geometrics. Да все. А Geometrics? Ты можешь не докапываться до ведущего. А Geometrics это игрок. Ну, мы засчитаем джойстику очко. Я согласен, ему реально надо засчитать. Фу. Че? Че? Мне такое дерьмичье попалось. Оооо, неприятная ситуация. Неприятная ситуация. А че там? А, это синенькая. Это кошачий корм. Вкусненькая. Очень люблю. Очень говно. Мы с кошкой бываем сяем, мы на двоих как начнем есть кошачий корм. Это очень говно. Это очень вкусно. Это балдеж. Ну, ты вкуса просто не чувствуешь, наверное, я уже съел их 20. Да не, мне даю. Ну, вроде есть там фул. Да, вопрос реально, я сейчас отвечу просто легко. Давай. Данила, ты играешь на Мелусе? Да. Это все? На всех кормить. Это весь вопрос? Отлично, поздравляю. Хорош! Тогда тебе другой вопрос. Какое уникальное оружие использует Сэм Фишер в Rainbow Six? На Мелусе играешь? Ну, там какой-то R309. Нет, только две цифры угадал, но все равно неправильно. Нет, хорошо, это был тоже вопрос. Не знаешь? Нет. Тогда по конфете каждому поклажем. Да, поехали, давай, работаем. На Мелусе играешь? Да. А, ну, вопрос для Джойсика тогда. Давай. Как называются гаджеты Мелусе? Легко. Просто легчайшая, в жизни жизни. Бурилка. Так, бурилка, треугольник, самса или как-то... Самса, да. Кто ее самса называет? ВП? Овось. У меня написано, ну, типа, настоящее название. Ну, мы знаем. Ты знаешь? Нет. Ты что, тупой вообще, ты вообще, что ли, просто реально. Ой, какой же он реально. А, и потом говоришь, что вопросы просто плохие. Банжо? Ну, Банжо. Жесть. Отлично. Жесть. Ну, нет, мне не засчитывается. Засчитайте ему что-то, потому что это вообще бедолага. Я не могу полный полочек. Напиши ему, пожалуйста, полочек, а рядом. Да кто вообще запоминает название гаджет? Он красивое название, Банжо. Хорошо, а почему ты не знал тогда, какой Зеро называется? Арбус. Хароль. Арбус. Так, тишина, значит, у нас. Уже что-то с какой-то сумбур происходит, мне не нравится. Реально. Так, значит, следующий вопрос для Данил. Так. Какой оперативник недавно решился АКОГО для своего МП5? А. Прям тебя навели ровно на вопрос. На ответ точно. На ответ? Да. АКОГО? Очень много людей с МП5 бегает, пи***ц. А я не потерялся, если честно. Эхо, док, рук. Не ХМП5? А как это ты, ну, несколько раз перечислил, это как я засчитаю? Ты бы мог всех перечислить? Давай, я сейчас скажу просто четко и ясно. Ну, потому что в одном патче отобрали у... Нет, ну, ну, да? Да. Я не знаю, я не играю в эту херню. Ну, я думаю, там док. Да, правильно, док и Данила, получается еще одно. О, че-че. Сложный вопрос. Давай. Конечно, кому? Их два есть. А, есть. Ладно. Имя этого оперативника, арабской, означает железный меч. О ком речь? Можно подумать, потому что вопрос сложный. Каид? Нет. Так у меня нет вариантов. Ну, второй. Намат? Нет. Маэстро? Маэстро, не араб. Все, попытки закончились. Нила, есть вариант? Нет, вообще вариант. А кто вообще в игре араба? Так как кушаете по конфете и слушаете правильный ответ, это Оликс. Опять тут Оликс. Ёбаный, Оликс. Никто про него ничего не знает вообще. Ну, какой на араба ты? Просто чеченец бегает по карте и влеклась. Сложный вопрос для Данила теперь. Как? На языке суахиля? А, да? Ты же знаешь, я в школе выучил. Имя этого оперативника означает «водяной» или «из воды» и является прямым намеком на его бэкграунд. Вамай. Правильно. Иди нахуй. На арабском клинок, железный клинок. Да, у меня водяной. А у Оликса даже намека, даже на Ави нету, ничего связанного с клинком. А у Оликса, я что-то просто водолаза на Ави нету или чё? Последний вопрос для Джойстика. Лайтовенький. На знание операций. В каком году? А, на знание операций? В каком году была операция? Velvet Shell. Отлично. В семнадцатом. Правильно. И наша игра подходит к концу, к своему официальному завершению. По конфетке, правильно? Я проиграл в очку. Да, еще, наверное, одну. И мы заканчиваем игру со счетом 8-4,5. Реально во рту два яйца чувствуем. Туху. Прикольно, да? Довкусно. Довкусно вообще. Шикарно. Так, значит, ребята, насчет нашего приза. Мы уже скоро съезжаем с буткемпа. И чтобы вам было что покушать, конечно, конечно, приз это доширак. Кстати, на самом деле прям сейчас, я, пожалуй, уничтожил на самом деле. Хотя у меня есть булгер. Он позволит перебить вкус конфет, а ты можешь поделиться дошираком с другом. Завариваем доширак вместе с Максоном. На троих вопрос. Максон, очень серьезная претензия еще будет. Да. Обязательно это ставь. Если в следующий раз не будет говяжа, рудошика, мы даже не попадем в ту. Я вообще купил это себе три недели назад, но оно пролежало в тумбочке. Да. И что вот это такое? Это даже не доширак, понимаешь, что я нас обманул. Это дом шим. Ну, дом шим. Все, игра закончена. Пока. До новых встреч. Подписывайтесь на... Его инстаграм. На мой инстаграм. На мой инстаграм. На его инстаграм. Туда, сюда. Да. И колокол просто вдолбите в него реально. И подписывайтесь Скал. Подписывайтесь. Подписывайтесь Скал. Сказал. Отлично. И ждите новый видос. А видос вышел, кстати? Нет. Завтра? Завтра? Ну, конечно. Ну, скинь мне. Все. Всем пока. Ай, блядь.